всем привет с вами ваш переводчик асулхан и сегодня у нас мистер харрис многие просили именно эту реакцию надеюсь вам она понравится также многие особенно из россии спрашивают как сделать донат как поддержать наш канал потому что у них в данный момент не получается это сделать как раньше перед вами вы видите qr-код отсканируйте его далее вас перекинет на вот такую страничку где вы сможете указать сумму имя отправителя и написать какой-либо комментарий остальные реквизиты на донаты указанные в описании и в прикрепленном комментарии всем приятного просмотра добро пожаловать на наш канал с вами ваш мистер харрис это видео реакция плюс мы немного говорим об артистах это отличный канал для вокалистов продюсеров музыкантов здесь вы можете узнать что-то новенькое итак давайте приступим к делу и конечно же мой старый добрый друг димаш который никогда не обманывает наши надежды он никогда не обманывает наши надежды но и мы никогда не знаем чего от него ожидать он представляет и позиционирует себя как артист но он также автор это разные вещи некоторые артисты и звучат так как они должны звучать например если купить альбом фрэнка синатры и все равно в конце концов ты знаешь что тебя ждет в альбоме фрэнка синатры и но ты никогда не знаешь чего ожидать от димаша это как раскрывать подарочек как называется эта песня рик эта песня так сегодня у нас испания да и я думаю это переводится а моя любовь для тебя я знаю что амор это любовь но вот остальное я не знаю что это что плащ амортизм и Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасненько! 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 Обожаю вот эту часть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я сейчас окосею. На кого из них не смотреть? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Я думаю, я могу назвать их голограммами. Они выглядели шикарно. Просто отпад. Субтитры создавал DimaTorzok Он был... Очень трудно было угнаться за словами песни и за происходящим. Я немного растерялся. Еще и эта аудитория. Часть из нее была темной, а другая часть светлой. И я думаю, в этом всем есть какой-то посыл. Кто-нибудь может помочь мне в этом? Ты заметил это? Или это что-то с освещением? Я дезобетил этого. Не заметил? Может, это из-за того, что снимали с темной стороны? А других снимали со светлой. И еще у них были вот эти штуки, которыми они махали. Я просто пытаюсь собрать общую картину. Первое, что произошло, это... Это темный образ. Некая степень мрака. А потом явилась великая светлая надежда. Это как я это увидел. И слова в песне стали более положительными. Я на ходу пытался что-то прочитать. Вот че не знаю, так это красный плащ. Красный. Я заметил, что когда появился Красный, он начал больше говорить о шторме. Это, возможно, искушение или плохие времена. Плохие моменты. Плохие мгновения. Ладно. Разобрались. А потом, когда он появился, я смотрел на эти голограммы. Они не двигались, и это он пел. И посыл в том, с точки зрения разделения самого себя. Я не хочу сказать, что у меня есть ответы на все вопросы. Но кто-то из вас... Я еще раз хочу напомнить, что это мой первый раз. Я говорю вам это, и, возможно, вы разделяете мои мысли. Я стараюсь смотреть в самый корень. И у вас наверняка было время, чтобы погуглить это. А у меня не было такой возможности. В общем, любопытно. Мне кажется, мы смотрим на разделенный разум. Типа, вот это, это добро, это зло, а это следствие. Красное, это последствия зла. И его роль, это личность, у которой есть эти три стороны. Это мои такие выводы. Но давайте на секунду забудем про это видео. Мне понравились эти Майкл Джексонские выкрутасы. Он уже делал так и в других песнях. Я припоминаю эти движения на сцене. Укороченные брюки с завышенной талией. Носки и обувь. И мне это нравится. И если бы Майк был до сих пор с нами, Майкл Джексон оценил бы это. Оценил бы это впечатление. Давайте-ка поговорим об этом. Я всегда говорю, что музыка делает две вещи. Она дает нам эмоции. Послушав классическую музыку, у вас будут одни чувства. Послушайте хип-хоп и рэп, у вас будет совсем другое. И второе, музыка дает нам информацию. Что бы вы ни пели, это передача информации. В общем, две вещи, которые дает музыка. Но если вы по-настоящему хороши, вы создаете впечатление. Вот что это было. Это было впечатление. Не каждый артист способен на такое. Либо он недостаточно талантлив, либо он просто не знает, как это сделать. Это и есть впечатление. Вот даже сейчас. Мы же уже не говорим о музыке. Мы говорим про общее впечатление. Про видео, про голограммы, про все-все-все. И это было чудесно. В вокальном плане все чики-пуки. И это, знаете, по поводу голоса, к нему не докопаешься. Клянусь Вакандой. Не важно, какое впечатление он вам дарит. Важно, что это Димаш. Что я этим хочу сказать? У нас всегда есть ожидания. Например, если я куплю альбом Димаша, я хочу услышать высокие ноты. Низкие ноты. Хочу услышать рифы и разбежки. Я хочу услышать вещи, которые больше никто не может сделать. И мне высоко до звезды. Будет ли это на испанском языке, будет ли это классическая музыка или R&B. Мне важно, чтобы он это делал с музыкой. И это то, что он постоянно и делает. Он никогда не разочаровывает. Даже если вам не нравится песня, посыл, жанр. Это же в конце концов он. И вы слушаете его удивительный голос и талант. Я думаю, получилась очень славная песня, выделяющаяся из песен, что я слышал. С точки зрения общего впечатления, эту песню хочется переживать снова и снова. Даже прежде чем я прочитаю ваши комментарии, я знаю, что вы напишете, и мне не терпится их прочитать. Но мне интересно, какое у меня будет впечатление, когда я послушаю это во второй раз. Думаю, это будет совсем другая история. Вы знаете, что на этом канале всегда есть место для Димаша. Он однозначно один из моих любимчиков на все времена. Мне прям так и хочется сказать, что он мой самый любимый певец всех времен. Вокалист. Без разговора. Он... он тот самый. И мне не терпится увидеть, что с ним будет дальше. Когда весь мир узнает о нем. Я хотел бы, чтобы он записал саундтрек. Была бы моя воля, я бы званданул кому надо. Эй, слушай сюда. Димаш запишет песню к следующему фильму «Аватар». Да-да, он споет финальную песню. Все-все, мазя. Вот тогда-то все и поймут, кто он есть такой. Ладненько, все. Мы закругляемся. Не забывайте подписываться, если вы не подписаны. Спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Мне очень приятно. Поделитесь этим видео. И в конце, как всегда скажу. Не забывайте любить себя. И как только вы полюбите самого себя, поделитесь своей любовью с кем-то другим. Я уверен, что Димаш будет просто счастлив. А я буду просто бесконечно рад. И так вы сделаете наш мир намного лучше. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на наш телеграм-канал. Там я публикую запрещенные реакции и заставки. Также подпишитесь на мистера Харриса. Это же такой классный дядька. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok